Чиновников, военных, они все были жителями и рождались все, и воспитывались, по-моему, в малых рождах. Получали образование где-то, возвращались сюда, и строили театры, гибротеки, театры, театры, залы замечательные, проводили дороги, развивали местную промышленность и всякое такое прочее. Институт соседств, институт местного соуправления, самоуправления, это то, что является основой пространства, и это тот социум, который это пространство, это среду формирует. Как только эти институты утрачиваются, пространство утрачивается несовмолонка. И на этом, в общем, строилась в многом советская политика. Пролазь модель, как правило, англосаксонская модель, что само по себе очень примечает микрорайоны и так далее, или там города-сады поводовского. Из него изымался смысл, социальный смысл, который сводился к тому, что главное здесь не домики, не соотношение застроенных, раздельных площадей и воздратов. А главное то, что вы собираете ответственных граждан в некое сообщество, которые в состоянии платить налоги, которые сами поддерживают то, что качественное состояние своей среды, которые развивают эту стрельну и так далее, которые являются этапом, вот в этой непосредственной цепочке, ведущей как бы с самого низа, от 7 до национального сообщества в целом. И это все были самоуправляемые единицы. Вот у этих самоуправляемых единиц существуют определенные параметры, за пределами которых самоуправление не осуществляется. Значит, это все, что распадается, и дальше возникают всякие непредсказуемые, самые нежелательные впоследствии всего этого. В нашем микроюре, к сожалению, следов вот этого самоуправления почти нет. Все это было, если вы помните, образование на поле вокруг школы, кинотеатров, еще что-то такого, но вот это вот как раз боялись больше всего. Вот это боялись больше всего, и мы боимся до сих пор. И мы даже не пытаемся, не забыли вообще о том, что такое соседство. Культура соседства, она была напрочь уничтожена, уничтожена коммунальные квартиры, уничтожена там, не знаю, каким квартирам, что качество, недоверие и всем остальным. Уничтожена, наконец, просто-практика вот этой самой бесконечной-бесконечной вражды и отсутствием желания как-то сотрудничества, налаживания каких-то отношений и согласия иметь и распоряжаться общему мощному, что является как бы принципиально важным. Общему мощному платить налоги, ухаживать за своей территорией, ухаживать за территорией прилегающей к твоему дому. Это все то, что является абсолютно нормой, нормой, в общем, любого европейского и даже китайского города, и даже японского, и даже корейского города. Это вот такие-такие практики. И эти люди являются субъектами среда образования. Без них, в отсутствии всего этого, среда может очевидно, что нескурсный характер. Но наряду с живой средой есть и другой, прямо противоположный тип среды, который можно назвать коммерческой средой, где главным действующим лицом является бизнес. Малый, средний, вот такой бизнес. Это все те, условно говоря, какие-то торговые развлекательные комплексы, торговые молы, которые бесконечно много. Это все те гигантские образования, которые возникают на базе транспортных узлов, прежде всего. Где нет вот этих закрытых соседских сообществ, нет закрытых муниципальных сообществ, где люди не видят каждый раз друг друга как в первый и последний раз. Где абсолютно иной тип среды, где среда стремится быть не консервативным, как в жилых опытаах, а напротив, напротив, чрезвычайно меняющийся, быстро меняющийся, эволюционирующийся. Вольнение, в сосуществовании этих двух типов среды, в общем, и заключена вот сущность и суть окружающего нас мира. Вот в этом диалоге. И этот диалог, он, в общем, и создаёт друг друг другу реальность. Её надо, конечно, понимать. Все пацаны её надо понимать, чувствовать. И, к сожалению глубокому, в наших представлениях, в нашей практике, долгое время, как просто называется, коммерческой среды. Это отсутствует. Просто действующих из агентов, как сейчас говорят, актов этой самой среды, просто в течение 70 лет советской власти не было. Как и прочее, не было ещё тех самых ответственных, ответственных граждан, которые строят свои собственные дома. Сегодня, к сожалению, глубокому, и в одном, и в другом случае, места этих ответственных граждан и представители малого и среднего бизнеса, которые, как правило, формируют вот эту камень коммерческих центров, это место занято сегодня просто большим крупным бизнесом, который очень-очень так эффективно и активно действует вместе с властью. Власти, в общем, малый и средний бизнес не нужны, не нужны по большому счёту. С ними трудно, с ними, так сказать, как-то, в общем, не всегда всё получается, а вот с корпорациями, с крупными сетевыми какими-то структурами, с ними, в общем, гораздо легче. Но это, к глубокому сожалению, в общем, исключает возможность формирования вот той самой среды на уровне каждого из нас, на уровне человека, исключает формирование вот той незабой экономики, из которой вырастает потом средняя, большая экономика и так далее. И я глубоко убеждён, что рано или поздно необходимость, необходимость появления вот этих структур, которые называются соседством, малым бизнесом и так далее, она снова, так сказать, возникнет, и мы снова вернёмся к завершению, если угодно, двух великих русских реформ. Это земельная реформа, которую проводил Пётр Викторович Столыбин, и земская реформа, которая до того, значит, началась, и которая, как я уже сказал, значит, лейтенанты, когда малые города противны. Я очень быстро вам просто покажу два набора картинок, которые я показывал разным другим людьми на разный повод. Это было такое собрание губернаторов, вице-губернаторов, которые занимаются вопросом пространственного развития и строительства. Меня просили дать оценку предпоследнего варианта стратегии пространственного развития. При этом, я скажу, я пытался убедить тех людей, которые не являются авторами, но несут ответственность за документы, которые сидят на документах. Что нужно сделать и что... Итак, сегодня этот документ принят. В соответствии с 72-м законом, сейчас необходимо разработать, что называется, заложные карты или планы мероприятий по реализации стратегии пространственного развития. Задача существенным образом усложняется, поскольку одновременно, как вы знаете, вышли президентские указы. Одновременно, как вы знаете, целый ряд губернеров разрабатывают свои собственные стратегии пространственного развития. И государственные корпорации, министерства, другие структуры точно так же разрабатывают свои планы по пространственному развитию. Впервые за, наверное, 300-летнюю историю нашего Отечества отсутствует какой-то единый институт, единое место, где сводились бы все вот эти, как бы, примитивы и хотели. Этого места сегодня просто нет. Это удивительно, потому что, на самом деле, природа Отечества нашего, она носит выраженный, как бы, пространственный характер. Ее пространственная сущность чрезвычайно важна. И то ли в силу, так сказать, особого понимания этого обстоятельства, то ли еще почему-то, но именно простроительство российского пространства доверялось самому, как вы знаете, авторитетному министерству. То есть на протяжении всей первой истории этим занимался тот министерство, но не делал. И городовые, это были не те городовые, которые, значит, только ругались и махали, это были люди, которые отвечали за порядок, за соблюдение законов и всего-всего прочего. Это было в 1955-го года. Никончик, буквально, Валентин Павлович отвечал за все-всего строительства. Строительство дорог, высотных домов и так далее. Планировал восстановление разрушенных городов после войны. Все это было делом министерством внутренних дел. Министерство внутренних дел. Это был серьезнейший институт, как вы понимаете, который обеспечил формирование этого самого пространственного порядка. Этот пространственный порядок, в общем, судя под тем следом, который остался, в общем, вызывал, так сказать, несомненно, не мог вызывать несомненно возражение. Я, кстати сказать, когда обсуждается, почему вот откуда, значит, все эти высокие дома и многоквартирные все эти дела, когда я вспоминаю рассказ своего отца и вообще все, что происходило, кстати, в эти стенах, также после войны. Вы знаете, что академия, вклад академии вообще в восстановление городов, он огромный. За академиками просто закреплялись города. Малавян делал Сталинград, Парусников делал Минск, Вархеннис с Баликовым делал Себастополь, так далее, так далее. Но, на виду, полагаю, что не было какой-то единой политики. Эта политика была и с 44-го года. Еще война не закончилась. Но уже часть заводов, оборонных заводов, оборонных предприятий приходили на выпуск деталей или домокомплектов, мы сегодня это сказали, для малой этажного строительства. Здесь, в этой академии, зарабатывались проекты, использование местных строительных материалов, местных всякого рода технологий и так далее, для малой этажного строительства, для восстановления городов. Сами города восстанавливаются, если вы помните, ценой создания таких достаточно комфортных, очень-очень качественно сделанных, двух-трехэтажных, двухэтажных блоков с барами, со всякими фонтанами и прочим, где вообще не возникало темы, темы какой-то среды, это благоустройство, было просто продолжение, прямым продолжением архитектуры. Вся эта ерунда с благоустройством началась, когда мы пришли с проекта и выяснилось, что еще есть у нас тепловые дома, а потом надо сделать генеральный план, и там разместить на генеральном плане привязки от насчета, для угола собак, площадку, для детей, для сборки мусора и так далее. Вот это благоустройство. То есть, когда архитектура отделяется от пространства, отделяется от генплана и так далее, тогда возникает проблема. Что я им пытался насчет? Да, вот то, что я вам говорил. Все время все время речи о том, что нужна эта самая стратегия пространственного развития, не нужна эта стратегия пространственного развития. Я вам объяснял, что не только в России, опыт, который, в общем, действительно уникальный. Эти опыты воспользуются многие в нашем мире, где-то послевоенные, наверное. Страны, чеченые, оперально выстроенные экономики имеют в себе в исключении стратегии пространственного развития. То есть, некие контуры поведения местных властей, федеральных властей и так далее, и так далее, в области формирования и строительства пространства и управления этим пространством. Это четко прописаны документы. Что нужно делать, как нужно, как нужно, и так далее. Дальше. Быстрее. Ну, самое удивительное, что этот документ полностью игнорируют вообще окружение. То, что то есть, что страна наше является все-таки не островом, а весит у нас соседей. И с этими соседями тоже надо как-то, в общем, общаться и реагировать на их присутствие. Одно из самых удивительных обстоятельств, которое меня поразило до чрезвычайности. Все эти разговоры про агломерации, про какие-то там, значит, про среду и так далее, выставлены на ощущение того, что мы живем как бы не в России, а где-то, вот я все время говорю, что Петр мечтал видеть Россию в Голландии. Вот мы сейчас тоже живем в какой-то другой стране. На самом деле, кто-то говорит, две тридцать, кто-то говорит, три четверти пространства нашего Отечества и 17 с лишним миллионов квадратных километров. Это пространство, где постоянное пребывание людей крайне бескомфортно. Просто. Там жить невозможно. Это очень ценные пространства. Они нам нужны. Они нужны миру окружающему, они нужны планете и так далее. Но жить там нельзя. Три четверти из 17 с половиной километров представляется. там нужна совершенно иная стратегия пространственного развития, которая неким образом перекликала с стратегией пространственного развития вот эту поясы юго-западного, вот эту пояс, охватывающего охватывающего вот эту структуру. Абсолютно разный тип ткани, тип поведения характер, взаимоотношения, связи. Там нет в этом пространстве муниципалитета. Там нет этого места самоуправления. Там все другое. но какие-то попытки даже наладить обмен, осознать это обстоятельство, выставить какую-то единую инфраструктуру, объединяющую этот север, этот юг, ничего этого не надо. Эти люди, повторяю, живут совершенно в иной, в ином мире, в ином системе представления. Когда я говорю об отсутствии научного знания, первым признаком это отсутствие адекватной оценки того, что происходит, и второй признак это отсутствие в виде неудачи. В том документе, который называется «Трия пространственного развития», где казалось бы, это видение будущего должно в общем присутствовать, это видение будущего не было. Видение было у, не знаю, у кого угодно, там у виду, у штабы Пинана было, у товарища Сталина, еще у кого-то, но сегодня этого видения нет. Этот документ соткан из огромного села каких-то фактов, каких-то процедур, каких-то обстоятельств, в общем не очень, не очень даже тесно связанных друг с другом. И это результат весьма специфического сознания. Еще одна деталь, конечно, меня тоже немного раздившая, то, что люди, которые сегодня занимаются пространственным развитием, не нуждаются в картах и в визуализации всего. Этим языком они не владеют, не пользуются и не любят этот язык. Они предпочитают язык цифр, слов, процедуры, каких-то таблиц, каких-то документов. Но простая мысль о том, что неплохо было бы свести, например, в нечто в нечто в нечто единое, скажем, все то, о чем я вам говорил, планы пространственного развития отдельных отраслей, отдельных регионов и так далее, им это как-то не, им абсолютно это не воспринимается. Правда, не воспринимается. Вы понимаете, зачем это? Ну вот это вот, вот это вот, то, о чем я вам уже об этом говорил, что мы видим, все время мы исходим из абсолютно ином представлении, неадекватном представлении о нашей действительности. Одним из заблуждений является или, да, заблуждение, является очевидной недооценкой того, что принято называть инфраструктурой. Это то, что объединяет на самом деле транспорт, инженерные сети, инженерное посвящение, в общем, понятно, что это было. И так получилось, что то, что можно назвать инфраструктурной революцией в мире, окружающем нас, все это прошло мимо нас. Эта инфраструктурная революция начала в 70-м тогда в Европе. И она помогла полностью реконструировать, полностью обновить, если угодно, вот этот пространственный каркас, на котором опирается национальное пространство, родное государство, на котором опирается пространство Евросоюза, Соединенных Штатов, сегодня Китай. Китай позднее. Америка первая начала это, где-то 60-е годы, 70-е годы, 80-е это Евросоюз, 80-е, 90-е годы это Китай. Китай, который строит по 26 тысяч километров магистральной сети ежегодно. 26 тысяч. Представляешь, что я такое? Это в 30 раз больше, чем мы строим, даже больше, чем в 30 раз, при том, что Китай в 10 раз, скажем, больше нас. Так, если с вами. Это другой ландшафт, это другая экономика, это другое пространство, другие страны. Это тот самый каркас, на который могут опираться все вот эти эффективные агломерации, о которых мы говорили. Больше, не только агломерации, если вспомнить о том, как все это сглоперсиат, агломерации, как разливаются мекополисы, мекополисы срываются по высоко лесу и так далее, такие сети обширные, транснациональные, трансграничные. И вот, вот, все это возможно только, только на основе этого хозяйства. Достаточно любопытное наблюдение. Если мы просто попытаемся вспомнить, что у нас население раза в три меньше, чем в Евросоюзе. Так вот, точек, если вы знаете, я вообще люблю рассматривать эти ночные фотографии, там все мы любим, спутниковые снимки Европы, восточного Китая, в России, это такие пиксельные изображения, где точки, точки, какие-то там линии, какие-то коридоры возникают, так далее. Возникает ощущение, которое подвергается просто статистикой, что у нас этих точек, оказывается, должно быть там раза в три меньше, чем в Евросоюзе, и в Евросоюзе. А их существенно меньше. То есть у нас квадратных метров под крышей и вообще освоенных метров поселений существенно меньше, в два-три раза меньше, чем у окружающих нас. Значит, если для земли поселений на человека, то выясняется, что в странах, где земли гораздо меньше, на каждого гражданина, на каждого жителя, такие же приблизительно соотношения, как по квадратным метрам жилой площади. Два-два-два-два-два-два-два-два-два меньше. Представьте себе, что в самой населенной части Соединенных Штатов, в Большом Нью-Йорке, так называемом, земли на каждого проживающего на 10-12% больше, чем у нас средний по России на человека. И еще значительная часть такого крестьянского населения, где еще дача у нас есть с вами, еще что-то, еще что-то. Ну вот, я вам уже говорил про большой город и адмирацию. Полное непонимание, в общем, Агиньичи вот этого большого города и адмирации. И оно сохраняется, к сожалению, в текстах этих самых документов. И это сидит в мозгах. И эти люди действительно утверждены, что чем больше город, тем это лучше. Не понимая, что есть город Масинь-Непидно, что есть город Спрунт, есть город Кашмор, есть город Кашмор. И есть другое совершенно, да, есть другое абсолютно образование, которое демонстрирует обширнейшую линейку и возможность выбора разных средств. Дальше, пожалуйста. Ну вот вот это три слоя, три уровня, о которых я постоянно говорю. О том, что стратегия пространственного развития должна объединять по крайней мере три уровня общенациональный, региональный уровень и местный уровень. Что все они теснейшим опытом связаны. Как связаны районная планировка, территориальное планирование, градостроительство и там архитектура, дизайн. Что одно для другого не существует. В ответ не говорилось. Нет, это министерство строительства, это месит всего, если посчитать, у нас девять министерств, по-моему, я могу все вам назвать, вы их наверняка знаете тоже, которые занимаются сегодня, имеют непосредственное отношение к формированию российского пространства. Главная роль сегодня принадлежит Минэкономразвития, это организация структуры, воспитавшая в себя, проглотившая мир регион развития, и за ними сегодня похоже район Минэкономразвития, которых сегодня нет, мы это жанра забыли, мы не знаем, что это такое, просто нет этого. За ними сегодня стратегия пространства социально-экономического развития разных регионов и по идее сведения всего этого, такой монтаж всего этого, так сказать, внешне внести единое целое. Дальше, конечно, Минстровый, дальше Минтранс, дальше есть замечательное Минэкономразвитие, то есть Минфин, прошу прощения, Минфин, который выделяет деньги, то есть они могут написать стратегию, они могут принять планы инфраструктурного развития, но дальше министр финансов скажет, знаешь, у меня свои соображения, вот это мне дам, а это мне не дам. То есть никаких взаимоотношений сегодня в Минэкономразвитии с Минфином нету просто. Когда я спрашиваю, ребята, а вы с своими этими самыми друзьями, которые в Минфине сидят, вы это как бы ресурсы как-то проговариваете, они готовы, они с этим согласны, вы выстраиваете все это по годам. Я это говорю просто потому, что на каком-то маленьком уровне, на каком-то простейшем и так далее, я готовил все свое время, все эти отраслевые отраслевые слои и планы города Москвы и Московской области, все это, естественно, знал все эти методики сего ими не представляю. Это большого здесь ума не надо. Все это, в общем, и так понятно. Этим людям это не ясно. Они это не видят, не понимают и не чувствуют. Это паразитно совершенно. за чей счет это я говорю. Значит, количество и качество. Абсолютное отсутствие в этом документе количества и качества. И это одна из самых особенностей этого типа сознания. Это отсутствие ответственности. То есть желание избежать любых чисел, каких-то реперных точек S9X. 6%